Здравствуйте, уважаемые подписчики, зрители моего канала и просто прохожие. Сегодня я вам расскажу про допотопный мир, глядя на него из космоса. Итак, судя по всему, первая цивилизация титанов, тритонов, русалок была водоплавающей. Обещай мне, что останешься в живых, что ты не сдашься, чтобы не случилось. Мы остались символически. Два главных героя. Он условный титан, она просто женщина, которая выжила. Но ледниковый период, который погубил титанов, постепенно стал проходить. И нынешнее потепление климата за бортом – это не что иное, как постепенное оттаивание нашей планеты, замерзшей вместе со всем живым на ней вследствие происшедшего неизвестного нам катаклизма. Тогда же изменилось атмосферное давление. Возможно, наша планета замерзла вместе с нашими предками. В тот момент Земля и стала совершенно беззащитной для вторжения. Чужие воспользовались ледниковым периодом, понастроили тут. Возможно, свои крепости-звезды почистили нашу историю. А потом, со временем, разморозили и местных жителей, кроме тепловодных титанов и тритонов, которые погибли. А размороженные были как новые, почти. Только память у них слегка отморозилась. Отмороженные? А Земля уже никогда не вернется в вечную весну. На ней все чаще жаркое лето. Все это потепление не случайно. Но оно в то же время никак не связано с деятельностью человека. Субтитры создавал DimaTorzok Теперь рассмотрим повнимательнее тритонов. Тритон – три языка. Трехязычный? Прямо как я. Тритон – это не про язык совсем, а про народ. Язык – это по-старославянски народ. Тритон вмещал в себе три народа. Или он породил три народа – Гаргон, Русалок и Титанов. Кстати, по-английски – тритон. Кроме как тритон, еще будет Ньютон. Тритон – огромный спутник планеты Нептун. Спутник Великан – единственный крупный спутник Солнечной системы с ретроградным движением по орбите. Из-за ретроградного движения он вращается в обратном направлении Нептуну. И схожести состава с Плутоном считается захваченным из пояса Койпера. Предполагается, что тритон имеет массивное каменно-металлическое ядро. Вспоминаем каменный и металлический век. Ядро тритона окружено ледяной мантией с коркой водяного льда и слоем азотного газа на поверхности. Предлагаю поиграть в игру. Предположим, что астронавты не случайно используют названия из мифологии, а шифруют таким образом реальное прошлое, правду о них. Перенесем язык астрономов на жизнь титанов и тритонов, на Землю. Итак, тритон был великан, а его хозяином был Нептун. Тритон умел путешествовать во времени в прошлое. Он внешне похож с Плутоном. А со временем он был захвачен. Тритоны, титаны, жили в каменном и железном веке. Но их погубил лед, то есть ледниковый период. Титаник не случайно пошел ко дну после встречи с айсбергом. Иначе говоря, тепловодных титанов, тритонов, погубил лед, ледниковый период, год без лета. Мироза, очень благодарен. Вернемся в космос. Тритон – один из немногих геологически активных спутников в Солнечной системе. О его сложной геологической истории свидетельствуют следы тектонической активности на его поверхности. Замысловатый рельеф и многочисленные крио-вулканы, извергающие азот. Средняя температура поверхности тритона составляет 38 кельвинов, минус 235 градусов по Цельсию. Это настолько холодная поверхность, что азот, вероятно, оседает на ней в виде инея или снега. Обнаружены два, а возможно и больше, образования, напоминающие замерзшее озеро с террасами на берегах с высотой ступеней до километра. Полагаю, что в основе террас лежит водяной лед. Теперь обратно на Землю. Тритоны попали в условия тектонической активности, то есть условия извержения вулканов. И не простых, а азотом. Официальный спутник был назван в честь древнегреческого бога Тритона. Сына Посейдона Тритон называли просто спутником Нептуна. Вплоть до 1949 года, когда был открыт второй спутник Нептуна. Нагадайтесь, как его название? Нереида. Нереида. Спутник, то есть русалка, нимфа, спутник, возможно, является астероидом или объектом пояса Койпера, захваченным Нептуном. Пояс Койптера или транснептуновый объект. Небесное тело Солнечной системы, которое обращается по орбите вокруг Солнца и у которого среднее расстояние до Солнца больше, чем у Нептуна. В 1978 году был открыт Харон, спутник Плутона. Плутон и его крупнейший спутник Харон рассматриваются как двойная планета. Близнецы. У Плутона есть еще четыре спутника поменьше. Никта и Гидра. Кербер или Стикс. Спутник Гидра в честь Лернейской Гидры. Из мифологии это чудище, дочь Тифона и Ехидны. Сто главая. Лернейская Гидра. Водяная змея. Сидите смирно. Ирна. В мифологии змееподобная. Многоголовое создание, жившее в окрестностях Лерны, была убита Гераклом. У Гидры было множество голов, и среди этих голов была одна бессмертная. В общем, змей Горыныч. Он был местным жителем. А это странный памятник Германии. А это странный памятник Германии. Он совсем не античный. Надпись в память о наших павших. И годы. И годы 1914 по 1918 и 1939 по 1945 года. Все бы хорошо, если бы на памятнике не был изображен Геракл, убивающий Гидру. Как мы поняли, Геракл был из захватчиков, а Гидра из подопечных Медузы Гаргоны. Неужели допотопных подопечных Гаргоны уничтожали под шумок во время Первой и Второй мировых войн? Странно. А вот памятник павшему немецкому солдату времен Первой мировой. Все бы хорошо, но он топчет с собаком не просто там флаг врага какого-нибудь француза, а самого дракона. А драконы были, как известно, из допотопных друзей Титанов, Гаргон и Тритонов. Неужели эти события были совсем недавно? Ясно одно, что некто-захватчики победили Гидр, Гаргон, Драконов и Тритонов, подменив их в народной памяти на антигероев, а настоящих антигероев сделали героями. Свет — это тьма, война — это мир, а белое — это черное. Внук Персея, именно он поручил Гераклу расправиться с Гидрой. Он был также двоюродным дядей Геракла. Гераклу далось это непросто, он отсекал головы, но вырастали новые. Потом он пошел на одну хитрость с помощью Иа-Лая. Да, кстати, у Гидры был яд, и она таки несколько раз укусила Геракла. Так вот, это происходило на планете Земля, где первой владычицей, по моей версии, была Медуза Гаргона. Именно она правила здесь всеми земноводными, то есть Тритонами, Титанами, Русалками, пока не появились некто, чужие. Директор Левитцер, я пойду к начальству и добьюсь, чтобы вам дали денег сколько нужно. Что там за зеленые огни? Крупнейшими из транснептуновых объектов являются Эрида и Плутон. Эрида, вторая по размеру после Плутона, самая массивная и наиболее далекая от Солнца, карликовая планета Солнечной системы. Ранее она была известна под названием Зена или Ксена. Эрида – это греческая богиня Раздора. Но вернемся к Тритонам. Они от цифры 3, от нее же, от этой цифры происходит и трое. Троянские астероиды. Астероиды – группа астероидов в окрестностях точек Лагранжа, Л4 и Л5. Эти астероиды названы по именам Троянской войны, описанном в Элиаде. Кроме троянцев Юпитера, известны также троянцы у других планет, в том числе у Земли. Их два. То есть у Земли имеется два астероида – троянца. Интересно. Один из троянских астероидов называется Бенул. Это астероид, троянский астероид Земли. А грунт у него брала американская автоматическая межпланетная станция под громким названием «Осирис Рекс». Очень интересно. Царь Осирис. Причем Бену имеет тоже отношение к нему. Это его душа и сердце. Бену или Бен-Бен. Аналог Феникса, душа бога Ра. Бену появился из огня, который горел на священном дереве во дворе храма Ра. По другой версии, Бену вырвался из сердца Осириса. Изображался в виде серой, голубой или белой цапли. С длинным клювом и хохолком. А также в виде желтой трясогузки или орла с красными и золотыми перьями. Символизирует солнечное начало. Итак, Бену. Небольшой околоземной астероид, входящий в группу Аполлонов. Который был открыт в рамках проекта по поиску астероидов. И назван в честь божества птицы Бену. Символа воскресения Осириса. Осирис, он же Усир. Он же Азирис. Или сокращенно СР. Бог возрождения, царь загробного мира и судья душ усопших. Сокращенно без огласовки СР. Английская Сир. Это от почитания Осириса. Исида. Исис. Идеал женственности и материнства. Она почиталась как сестра и жена Осириса. И мать Гора или Хора. Она покровительствовала рабам, грешникам, ремесленникам. Но также она прислушивалась и к молитвам богачей. Девушек, аристократов и правителей. То есть к ней, как к Божьей Матери, обращались все подряд. И богачи, и нищие. Имя Исида означает трон. Исида на изображениях кормит сына Гора. Он был зачат непорочно. Непорочно зачатый Исидой сын Гор. Без огласовок это ГР или ХР. Хорус. То есть ХР. А непорочно зачатый Богородицей Иисус. Имеет титул Христос. ХР. Кстати, у Осириса была тоже своя история с воскрешением. Исида по-французски Исис. Иисус же пишется как Есус. Параллели двух измерений. А есть еще история про Ио. Нет, не про Иа, а про Ио. Ио. Русалка. Ио была дочерью Иноха, речного бога. Зевс овладел ею, превратившись в облако. Чтобы скрыть эту связь от своей ремнивой жены Геры, Зевс превратил Ио в корову. Гера заставила мужа подарить животное ей. И приставила к корове неусыпного стража. Когда последнего убил посланец Зевса Гермес, богиня наслала на Ио чудовищного овода. Долго гнавшегося за ней по землям Европы, Азии и Африки. В своих скитаниях Ио дошло до моря. Ио позже это море назвали в ее честь ионическим. И перешла пролив, который позже назвали Босфором, коровьим бродом. Человеческий облик она вернулась лишь на берегах Нила. Родившийся там сын Ио от Зевса Эпав стал царем Египта, а также родоначальником героев, в том числе Персея и Геракла. Героев в кавычках. Все переплетено. Это было про русалку Ио, превращенную в корову. Теперь понятно, что ослик Ио так зовется не просто так, а в честь своего двоюродного братца Ио с рогами. У ослов, как известно, рогов нет. Как у быков, поэтому они и такие грустные. Поэтому он ослик Ио, а не бык Ио. А что же Библия? А Библия, если читать ее на старославянском, пишется почти без гласных, то есть без огласовки. Раньше не писали гласных букв, как сейчас. И не факт, что в слове РБ гласной посередине должна была быть именно А. А что, если это была буква И? Рыбы Божьи, наши предки, которым требовался океан любви, на которых, вероятно, напали чужие. Рассмотрим еще Орден Святого Михаила. Не просто так. Его девиз и менси тримор океани. Огромный трепет океана или Огромный тройной мор океана. Орден Святого Михаила. Французский. Рыцарский Орден, основанный в августе 1469 года Людовиком XI под названием Орден и дружеская компания Месье Сан-Мишеля. Так прямо и назвали в 15 веке. Члены Ордена Святого Михаила называли себя Рыцарями Ордена Короля. Он был основан в ответ на создание Ордена Золотого Руна. Его устав, то есть Ордена Святого Михаила, был почти слово в слово скопирован с устава Ордена Золотого Руна. А главой ложи был сам король Франции. А рыцарей было там в количестве 36 человек. Или не совсем. Немецкий двойник Орден Святого Михаила официально был основан в 1693 году как Орден Домовых. Домовых рыцарей. К 1837 году в Орден было принято 22 рыцаря чести. Интересно, к чему эта информация в Википедии? Ну да ладно. Среди церковных членов Ложи Ордена Святого Михаила в Германии числились архиепископ Праги, епископ Кемзи, Шпайера, прежде всего капелланы, соборов Кёльна и Мюнстера. Пишем Святого Михаила, держим Святого Георгия в уме, и тот и другой убивают жителя допотопного мира из океана. То ли дракона, то ли гидру, то ли тритона. Между тем, в Святых Писаниях ни слова о том, как Архангел Михаил или Святой Георгий расправлялся с драконом. И про драконов там не особо, а только про змея и про яблоко. Подмена понятий или образов. Интересно, а откуда само слово дракон? В нем есть кон и есть дра. Может быть, это было не дра, а тра. Тра-кон или три-кон. Троя. Тайная столица истории Франции. Она вся пылала в огне. Именно во французской Трое главный памятник посвящен Тритону, пытающемуся спасти женщину. Он ее спас ценой своей жизни. Продолжение следует... Продолжение следует...